Семь лет назад мы на Ифоруме сделали очень интересный эксперимент. Мы рассказывали про opportunity, про возможности. И в одном из залов на нижнюю сторону кресла мы прицепили конверт со 100 баксами. И в ходе выступления сказали, что кто протянет руку вниз между ног, пощупает, может реализовать свою opportunity. Случайным образом положили. Так вот, если вы все сейчас просунете руку между ног, то кто-то получит 1000 гривен. Давайте, попробуем. Пощупали свой стул. Нету ничего? Нету. Это 1000 гривен я отправил только что в таблеточки. То есть вы сделали какое-то действие, оно привело к результату. Мы к этому эксперименту чуть позже вернемся. 1000 гривен я отправил в таблеточки. Перед тем, как выйти на сцену, есть квитанция. Давайте поговорим про будущее. В отличие от предыдущих двух спикеров, я значительно более пессимистичен. Я считаю, что будущее наше кровавое. То, что произошло у нас в стране за последние два месяца, это ужасно, но это не самое ужасное, что нас ждет в ближайшие 20 лет. Почему? Сейчас я попробую сделать об этом доклад. Проблема в чем? Проблема в том, что венчурные капиталисты очень часто рисуют себе эту картину будущего. И все стартапы, которые к ним приходят за деньгами, они ищут место этих стартапов в картине будущего. Если совпадает, то совпадает. К сожалению, тут у нас… Вот. Поэтому будущее у нас – это некая мозаика, которая заполнена какими-то факторами, на анализе которых принимаются какие-либо решения людьми, которые смотрят дальше, чем пара лет. Поэтому я хочу рассказать, как в моем понимании заполнены эти квадратики и почему наше будущее, особенно в европейской части мира, на самом деле далеко не позитивное. Это примерно так в моей картине мира выглядит Европа в течение 20 лет. Вероятнее всего, Соединенные Штаты будут переживать тоже подобные катаклизмы, но, наверное, они сумеют немножко адаптироваться. Европа более консервативна. Почему я могу с высокой степенью уверенности и с высокой степенью вероятности говорить об этом? Потому что факты, которые сейчас есть, формируют тренды, которые, складываясь, дадут нам интересную картинку. Какие у нас есть факторы, которые влияют? Самое главное – это перенаселение. Перенаселение планеты, к сожалению, оно неравномерное. Какие факторы есть? Развивающиеся страны, чаще всего низкокультурные и с бедным населением, начинают сейчас развиваться с точки зрения рождаемости бешеными темпами. Иран, который не самый дружественный по отношению к своим соседям и по отношению к западной цивилизации, показывает в этом плане в последние годы, в последние десятки лет ужасные показатели. Они растут, наверное, быстрее, чем любая страна мира. Китай отстает от них. Что немаловажно, следствие из этого – это структура населения. Молодых людей все больше. Они подвержены пропаганде. Они низкообразованные. И они готовы к войне. К этому мы еще чуть-чуть позже вернемся. Таких стран в мире сейчас насчитывается больше 50. И уже через 10 лет они даже не синхронно, но будут представлять очень большую угрозу для цивилизации в том виде, в котором мы видим ее. Рост населения по странам мы можем примерно увидеть таким образом. Мы видим, что самые бедные, самые агрессивно настроенные страны развиваются самыми большими темпами. Сейчас в структуре населения Земли они доминируют. Но сейчас у них нет ни политического, ни экономического, ни военного влияния. Это исправится в течение 10 лет. Готовность к войне. Есть некий параметр, который описывает демографическое состояние страны как готовность к войне. Это большое количество нетродоустроенных молодых людей до 30 лет, которые не могут себя найти. И уровень образования и культурного развития которых очень низкий. Таких стран вы сейчас можете представить сколько. За последние 20 лет на высокой рождаемости уже выросло поколение людей, которые готовы идти воевать, убивать. Им сейчас дают причины, за что это делать. Чаще всего религиозные, во вторую очередь из-за неравенства. Что происходит в этом случае с ребятами, которые живут как мы. Да, мы находимся все-таки в золотом миллиарде. У нас все хорошо. Не так хорошо, как в Западной Европе. Но все равно очень неплохо. Вселенная 25 это один из достаточно известных экспериментов, когда для популяции крыс создали идеальные условия. И уже через несколько поколений они деградировали и выродились полностью. Это фактически то, что сейчас происходит в богатых странах. Они полностью повторяют этот эксперимент. Кто хочет, можете загуглить. Следующий срез, который мы анализируем, это доступность еды, воды и неравенства в интегральном понимании этого слова. К счастью, к сожалению, это легко анализировать, потому что неразвитые страны, беднейшие страны очень сильно контрастируют и выпячивают тут. Индекс голода, видим, да. Опять же, страны, в которых самая большая рост населения, они лидируют в этом плане. Водяной стресс, так называемый, мы еще чуть позже, доступность питьевой воды. Мы увидим, что беднейшие страны очень сильно потерпают от этого. Это все стимулирует большие социальные и миграционные сдвиги, к которым мы сейчас еще вернемся. Следующий срез, культура, образование, религия. Тут мы можем видеть уровень проникновения законченного высшего образования по странам. Мы видим, что, опять же, самые богатые страны, они самые образованные. К сожалению, образованность подразумевает под собой гуманитарность и гуманность по отношению к другим. Бедные люди, выросшие в нищих странах, чаще всего не ценят ни человеческую жизнь, ни, скажем так, возможность жить в комфорте и в процветании. Поэтому, проникая в развитые страны, они несут деструктивный элемент, что, опять же, мы видим и читаем в новостях. Религии. Не самая добролюбивая религия сейчас начинает доминировать. Это тренды, которые будут ярко выражены. Сейчас они уже есть, они имеют долгосрочные перспективы. И через 20 лет у нас карта религий полностью поменяется. И от мира, созданного ВАСПами, мы придем в некий другой мир. ВАСП — это White Anglo-Saxon Protestants. Это то, что со средних веков практически формировало культурный код золотого миллиарда. Сейчас это все меняется. Очень хороший показатель, который показывает уровень культурного состояния стран. Это доступ к санитарным услугам. Грубо говоря, количество туалетов на тысячу населений. Очень показательная картинка. Безработица. Красная зона, беднейшие страны, там же, где и происходит рост населения. Коррупция подтверждает эту же картинку. Индекс рождаемости, фертильности женщин. Беднейшие страны, где пропаганда здорового образа жизни, планирования семьи не развита, и где средства предохранения не развиты, рост населения происходит именно из-за неконтролируемой рождаемости. Соответственно, это все формирует миграционные потоки. Тут нарисованы миграционные потоки, в которых для всех беднейших стран, которые потрапают от предыдущих факторов, которые мы обсудили, магнитом является Европа. Высокая социальная защищенность, в том числе, при иммигрантов, пришедших. Высокая толерантность, попытка адаптировать и так далее. То есть это то, что обеспечивает огромный гигантский миграционный и миграционный поток из стран, которые несут чужеродный культурный код. Технологии. Про технологии много чего рассказывали. Да, очень много чего рассказывали. Но технологии несут угрозу самим странам золотого миллиарда. Альшанский любит приводить пример, что при переходе от конной тяги к двигателям внутреннего сгорания, люди, которые были вовлечены в отрасль работы и обслуживания лошадей, извоза и так далее, 80 миллионов человек остались без работы. Причем остались без работы от слова совсем. И это было одной из причин Великой депрессии, которая случилась в Соединенных Штатах. Эти технологические риски, технологические угрозы до сих пор существуют. И уже начали себя реализовывать. Это прогноз на следующие 20 лет по количеству рабочих мест и по долям рабочих мест, которые роботы отберут у живых людей. Сейчас этот процесс только начинается. Я слежу за трендами, я слежу за технологиями, я слежу за всем новым, что создаются. Ребята, считайте, что ничего руками делаться не будет уже через 10 лет. Создаются искусственные руки. Если раньше пытались создать некую установку, которая может заменить какую-то профессию, то сейчас делаются руки, которые можно научить чему угодно. Я уже видел фоточки с двух фабрик во Вьетнаме, где эти руки шьют рубашки. Рубашка считается одним из самых сложных технологических продуктов, которые трудно шить. То есть их не автоматизируешь, в отличие от простыней, пододеяльников и так далее. То есть это сложные изделия. И вместо того, чтобы готовить какие-то станки, имитируют руки швеи. А если сделаны руки швеи, это значит, можно сделать руки повара, руки официанта, руки водителя и так далее. То есть поверьте, через 10 лет рынок труда будет выглядеть совсем по-другому. В Европе прогнозируется, что от десяток до сотен миллионов людей, сотен миллионов, сколько живет в Европе? Сотни миллионов. То есть большинство населения окажется без работы. Следующее, это кроме рук есть голова. Но голову, как выясняется, тоже можно заменить. Искусственный интеллект будет вытеснять сейчас не только тех, кто работает руками, но и тех, кто работает головой. Поверьте мне, я сейчас работаю в области, мы инвестируем в стартапы, которые занимаются автоматизацией каких-то процессов в компании. Процессов продаж, процессов логистики и так далее. Сейчас мы сократили нашу рабочую группу в рамках одного из процессов с 30 человек, которые делали механические какие-то вещи за компьютером, до нуля. Мы заменили их не искусственным интеллектом, мы их заменили просто качественным сервисом. Манипуляция. Как я ловко со стулом отманипулировал. Вы же все, кто полез вниз, хотели тысячу гривен получить. Я честно отдал тысячу гривен. Оно ушло в таблеточки. Я не сказал, что вы получите, я сказал, кто-то получит. Но отсюда было видно, что вы полезли за деньгами значительно более активно, чем вставали, когда тренер по счастью вам что-то пытался рассказать. Это показывает природу человека. Подверженность манипуляциям и темная сторона. Когда вам станет выгодно, вы предадите близких, вы предадите свои идеалы и так далее. И вопрос тут, не я не предам, а какой потолок суммы, за которые я предам. Я уверен, что тут не найдется 30 человек, которые не сделали бы что-то ужасное за 20 миллионов долларов, допустим. За 100 миллионов, я думаю, тут не будет людей. Поэтому общество подвержено манипуляциям и им успешно манипулируют. Трамп, Брекзит, сейчас будут выборы в Европу и выборы в Украине, которые тоже были построены исключительно благодаря манипуляциям. Войны. Войны сейчас стали совсем другими. Что самое главное, почему-то не переключается. Что самое главное войнам, они стали высокотехнологические. И доступ к технологиям, разрыв все время сокращается. Соответственно, если раньше Израиль, Соединенные Штаты, Россия и так далее использовали высокотехнологическое оружие против фактически низкообразованных людей, которые их пытались засеять трупами, сейчас агрессивные страны получают все больше и больше доступа к технологии. И конкурировать с ними и сдерживать их будет все страшнее и страшнее. Сложнее и сложнее. Кибервойны – это то, к чему еще не готово ни одно государство. Украина подвергалась кибератакам со стороны Российской Федерации, со стороны других хакерских групп. У нас были атаки на энергосектор, на медийные компании. Я инвестирую в компании по кибербезопасности, и я вижу просто эти атаки. Этому противостоять очень трудно, и я думаю, что в ближайшее время мы столкнемся с большим количеством блэкаутов, когда выключается, допустим, свет в стране, и люди начинают умирать от кучи причин, потому что нет этого света. Больницы, роддома, школы, аварии на транспорте и так далее. Доступ к ядерному оружию, самое эффективное оружие массового поражения сейчас, уже, к сожалению, стал доступен, опять же, в том числе агрессивным странам. Терроризм, который работает таким образом, что ты не видишь врага. То есть, когда ты на фронте, у тебя есть линия фронта, ты понимаешь, что с той стороны враг. Когда врагом может оказаться любой присутствующий здесь, и вы видите это по мерам безопасности хотя бы вот в этом зале. То есть, мы никто не знаем, кто может совершить какой-то акт. Это накладывает совсем другой подход к обеспечению безопасности, и страны еще к этому не готовы. Поэтому сказать, что у нас все будет хорошо, я бы не сказал. Я считаю, что у нас стакан скорее наполовину пуст, и нас ждет очень тяжелое и кровавое будущее, потому что я пока не вижу факторов, которые могли бы быть противопоставлены тем факторам, которые я перечислил. Но не все так страшно на самом деле. Почему? Если вы посмотрите самые пессимистичные прогнозы, они никогда не сбывались со стопроцентной гарантией. Всегда, когда прогнозируется негативное будущее, оно всегда плохо. Но чаще всего не до такой степени, как я прогнозирую. Не только я. Есть группа аналитиков, которые считают, что будет плохо. Ну и каждый делает свои ставки. То есть я деньгами ставлю, то есть я инвестирую в компании, которые будут эффективны в условиях разрушенной инфраструктуры, в отсутствии электроэнергии, интернета, транспортной инфраструктуры, энергетической инфраструктуры и так далее. Но при этом свои личные основки я делаю на то, что все-таки у будущего есть перспективы. И тому поддержкой моих слов есть рождение, допустим, моей дочери, которая сейчас полтора года, которую я бы не привел в мир, если бы не видел, что действительно все будет вот настолько ужасно. Поэтому давайте готовиться к будущему, запасаться продовольствием, оружием, энергоносителями, но пытаться сделать так, чтобы у нас все было, по крайней мере, не так плохо, как я рассказал. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok